Конечно, и официальное отношение к евреям внутри СССР тоже ухудшилось. Спустя 6 лет при поддержке Москвы арабские страны попытаются взять реванш, начав войну судного дня. Но снова будут побеждены, только теперь прежде всего в танковых сражениях. Трофейная советская бронетехника, захваченная израильской армией у арабов, выставлена в музей под открытым небом близ Тель-Авива. Эти танки, они чаще достаются противнику исправными на ходу, просто брошенными при паническом отступлении. И ведь советская пропаганда не скрывает поражение своих союзников. Она с утра до вечера клеймит позором агрессию израильской военщины. И возникает могучий образ страны-победительницы. Газеты пишут про страшного зверя сионизм, уже объединяя его с империализмом. От этого Израиль выглядит более западом, чем на самом деле. Но особо поразительно преображение целого народа. Это как революционизация евреев при царе. То есть в Советском Союзе щуплые очкарики стыдятся своей национальности и прячутся по вузам, кося от армии. А в Израиле их сверстники и соплеменники гордятся, что они евреи, с готовностью берут в руки оружие и громят всех врагов своей страны. Крохотный Израиль, существование которого все эти годы было под вопросом, вдруг оказался самым отчаянным воякой в мире. Победы состоявшегося государства окрылили немало русских евреев. Если вся ассимиляция трех поколений ничего не значит, власть не может нам простить происхождение, то что, пойти вспять, перестать быть русскими? Быть только евреями на исторической родине? Очаровала судьба одной маленькой страны и тут же разочаровала судьба другой.